В соответствии со схемой, согласно утвержденной в стране системе, отходы должны утилизироваться по определенной структуре. Так Бурятию поделили на четыре зоны, в каждой из которых будет работать свой региональный оператор, о котором говорят уже не первый год и ждут как манну небесную. Оператор должен будет собирать и транспортировать мусор сам или через подрядчиков за определенную сумму. И уже не секрет, что тариф на сбор отходов вырастет в разы. Ориендатор полигона на сегодняшний момент у нас имеет тариф, один из самых высоких в республике. Более 140 рублей, 152 рубля за один кубометр утилизации в год. То получается, заходит, скажем, это его себестоимость, которая подтверждена государством. Заходит региональный оператор и заключает с ним договор, причем имея свой тариф. Потому что он должен с деньгами остаться. То есть мы должны понимать, что тариф для населения, в конце концов, увеличится, поскольку появляется еще одна организация, которая должна тоже зарабатывать. По городу, в принципе, будет незначительное увеличение. Допустим, возьмем третью зону, это Восточная, Заграево, Хоринск, Кижинга. Там порядка на 100% увеличится. А в связи с чем будет увеличение тарифа, допустим, по городу Гуснозерска? Полигон там не строили, средства не тратили. То же самое это осталось, вот как было. А почему мы должны тариф-то увеличить для населения? Схема одна и мусорная проблема общая, объясняют в Минприроды. Значит, и расходы делятся на всех. При разработке схемы приоритет был отдан прибрежным районам. Именно там полигоны появятся в первую очередь. Всего же схемы предусмотрено строительство 12 площадок накопления отходов. Кроме того, 23 объекта размещения. Это полигоны. Строительство мусоросортировочной станции в Селингинске и мусороперегрузочной в Севербайкальске. Пока же, согласно плану, построено два полигона в Заиграевском и Яравнинском районах. Также начато строительство в селе Петропавловка Аджидинского района. Однако специалисты ставят мусорную схему под сомнение. Четыре зоны, вот именно, да, база будет в Яравнинском районе. Тогда, получается, 180-200 километров будем вводить мусор, что ли? До строительства полигона в Закаминском районе. Вы сами представляете, что такое? Я представляю. Нам нужно организовать пункты приема мусора, как бы не хотели бы. Никто не будет возить ни один частник, ни за 10, ни за 5 километров, ни за 20 километров, не будет. Это не должно быть пункты приема мусора, а там уже централизовано. К тому же не факт, что полигон сможет принять мусор из другого района. Полигон только рассчитан на село Петропавловка и рассчитан только на жителей. То есть на отвертый коммунальный отход, не включая отходы от организаций предприятий. И земли, там под скалой этот полигон, там земли-то наширит. То есть получается что? Вот есть и схема эта, на которую вроде бы все увязано. И опять она не вяжется. Как отметили депутаты, пока весь мир из мусора делают энергию и топливо, мы не можем даже разобраться с тем, как этот мусор собрать в одну кучу. Не говоря уже о переработке и сортировке. Насчет МСС, значит, постоянно задают вопросы, почему не работают мусортировочные станции, первая и вторая. Нам никак не могут, значит, хоть хорошо было бы сюда пригласить все-таки нашу, значит, структуру, которую у нас отрабатывают по тарифам, имеется 2 миллиона. Здесь мы могли бы спросить у него, почему не работают, значит, наши МСС. По одной простой причине. У нас нет тарифа. Мы не можем никак с ними договориться и установить тариф. Тариф вообще нам не утвердили. По той простой причине, потому что республика СМС посчитала, что он не нужен. Придет региональный оператор, так или иначе, все равно мусоросортировочные станции должны будут заработать. И придется принимать тариф. Тариф будет, конечно, высокий. По той простой причине, что сама сортировка мусора связана с достаточно большим количеством задействующих персонал, плюс электроэнергия. В час 130 киловатт. Между тем, за последний год количество отходов в Бурятии только увеличилось. Только в столице республики на сегодня выявлены 133 несанкционированные свалки объемом в 17,5 тысяч кубометров мусора.